Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в YouTube и вот о чем расскажем сегодня. Медотвод от прививки, кто имеет право и где его оформить? Останутся без кэшбэка. Родители школьников опасаются, что им не вернут часть денег за путевки для детей в лагеря. На Алтае задержали рецидивиста, которого подозревают в убийстве участкового. Нагрузка на скорую помощь в Алтайском крае достигла своего предела. И эти показатели уже можно сравнить с осенью прошлого года, когда медицина региона оказалась парализована из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили в местном Минздраве. Ежедневно в службу скорой помощи края поступает 3000 обращений. При этом, как отмечают в ведомстве, сейчас заболеваемость растет намного быстрее, чем осенью. Пока в Минздраве не рискуют делать какие-то прогнозы. Однако в Роспотребнадзоре надеются, что ситуация с коронавирусом в крае должна стабилизироваться в ближайшие две недели. Добавим, что за сутки в регионе выявили 265 новых случаев заражения. Умерло 19 пациентов с COVID-19. Комплексный пункт вакцинации сегодня заработал в одном из торговых центров Барнаула. Только за первые три часа его работы там привилось 38 человек. Вакцину ставят в порядке живой очереди, записываться заранее не нужно, а ставят, правда, вакцину только одного вида. После вакцинации каждому пациенту выдается памятка с рекомендациями по образу жизни в поствакцинальный период, с возможными осложнениями. И обязательно там указывается период, через который пациент должен получить, пациенту выставят второй компонент вакцины. По словам медиков, второй компонент вакцины желательно поставить в том же месте, где прививали первым. В Барнауле на сегодняшний день работает 4 точки по вакцинации от коронавируса. Помимо галактики, они открыты в торговых центрах «Волна» и «Весна». Также развернут мобильный пункт у Барнаульского автовокзала. Между тем, среди жителей края немало таких, которые опасаются вакцинироваться из-за возможных осложнений для здоровья. Для них, по показаниям, предусмотрен медицинский отвод от прививки. Что это за показания и каковы последствия для тех, кто пытается избежать вакцинирования, не имея на то оснований? Расскажет Анастасия Дороган. «Вы поставьте, а мы еще подождем» – эта фраза стала звучать чаще. На волну желающих привиться от коронавируса логично появилась волна скептиков. У них на отказ от прививки свои причины – серьезные хронические заболевания или аллергии. Люди говорят, страшно проводить на себе эксперименты. Я знаю, что у меня другие были в детстве на определенные лекарства. Там был отек оквинки. И вот поэтому я просто переживаю, боюсь, как бы, за свое здоровье, как реагирует мой организм. А может быть, у меня инкубационный период. И тогда встает вопрос, как можно законно избежать вакцины. Способ есть – медицинский отвод. Но в стране и в регионе, в частности, отсрочку дают в основном временно. При обострении хронических воспалительных заболеваний и окончании острых воспалительных заболеваний от двух до четырех недель, чтобы в организме все успокоилось, перед любой вакцинацией в государственных поликлиниках делается медосмотр терапевта-специалиста. Если какие-то подозрения возникают, мы не делаем эти прививки, направляем, ну, крайне редко, но направляем на консультацию с специалистом. А вот четко рекомендации для полной строчки – нет. В Краевом Минздраве нам назвали лишь одну причину – проявившийся после первого компонента препарата анафилактический шок. После такого человеку вручают документы о медотводе и без занесения записи в госуслуги. Кстати, выдать документы имеют право лишь терапевты или фельдшеры, которые ставят вакцину. Однако юридически все интереснее. По закону человек вправе без причин отказаться от прививки. С другой стороны, опять же по закону, его тогда не выпустят за границу, и это самое безобидное. Так работодатели призывают прививать минимум 60% сотрудников. Но юрист Татьяна Корнелюк объясняет, что принуждение к прививкам в задачи руководителей не входит. Рассказать о необходимости проведения прививок, издать некие приказы, памятки каким-то своим работникам раздать. Даже не стимулировать, собственно говоря, а дать возможность работнику сделать прививку. Ну, самое распространенное – дайте ему выходной в этот день. Если вы это сделали, вы не обязаны следить за тем, 60% у вас привелось или 59% или 20% привелось. Потому что у работника есть точно такое же право отказаться от этой прививки. И еще один нюанс. Есть всего 12 сфер, представители которых, в принципе, обязаны вакцинироваться. Это работа на неблагополучной по инфекциям земле, содержание безнадзорных животных, обслуживание канализации, образование и, конечно, медицина. Но сотрудники данных сфер на сегодняшний день обязаны прививаться препаратами, которые существовали еще до пандемии. Сотрудников, которые не хотят ставить вакцину, имеют право бессрочно отстранить от работы. Но у салонов красоты, кинотеатров, торговых центров и госучреждений в списке нет. Прислали уведомление от одного из работодателей, что он угрожает работникам отстранением от работы. Транспортная компания, уважаемая в нашем городе, запугивает работников незаконно. И тогда, говорит Татьяна, несогласным сотрудникам одна дорога – в суд. О таких случаях пока неизвестно. Что касается полной срочки от вакцинации, то дают их в единичных случаях. А подавляющее большинство, уверены медики, способны перенести вакцинацию. Кстати, распоряжение об обязательном прививании от коронавируса в край еще не принято. Анастасия Драган, Данил Захаров, Анара Шагирова. День с толком. К другим темам. Родители школьников, оплатившие путевки за загородный отдых своих детей до 25 мая, переживают, что останутся без кэшбэка. Причина – постановление правительства России от 11 июня, в котором говорится, что единовременная социальная выплата им теперь не положена. Есть ли решение проблемы и состоится ли третья смена в загородных лагерях? Расскажем далее. Кэшбэк получат все те, кто оплатил путевки после 25 мая и до этого срока. Так было обещано ранее. Родители даже не переживали, что могут остаться без возвратных средств. Притом, что 5000 алтайских семей выплаты уже получили. Более 17 миллионов рублей вернули родителям, кто оплатил путевки своих чад после 25 мая. Министр образования и науки региона Максим Костенко говорит, не ожидали, но по июньскому постановлению выплат лишились родители всех российских регионов, кто заплатил за отдых на пару дней раньше. Уже направлено обращение в Министерство просвещения России. Мы не теряем надежды и просим всех родителей тоже набраться терпения, потому что мы продолжаем работу с нашими федеральными органами власти, руководителями, чтобы эту меру все-таки распространить так, как изначально задумывалось. Министр также подчеркнул, что из-за нескольких случаев заболеваемости персонала в загородных лагерях региона об отмене следующих сезонов речи не идет. Независимо от того, вакцинирован ли ты, антилага у тебя, или ты переболел, если ты сотрудник, ты все равно сдаешь ПЦР в любом случае на входе и на выходе. После этого у нас там 4-5 дней в разных лагерях по-разному пересменки для того, чтобы полностью обработать лагерь. И мы это все осуществляем, и мы видим как раз выявленные ситуации, показали, что эта система работает, защиты. Мы не планируем сокращать. Так как в этом году смены короткие, всего по 2 недели, их за летний период, по словам министра, может быть и 4, а где-то даже и 5. При этом все меры, рекомендуемые Роспотребнадзором, руководители оздоровительных лагерей обязаны соблюдать. Татьяна Голубева, Андрей Печеркин. День с толком. С сегодняшнего дня начинается прием заявлений на новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям, где есть дети от 6 до 18 лет. Она должна помочь родителям собрать ребенка в школу. Такая же поддержка полагается инвалидам или людям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся на основных образовательных программах. Часть заявлений будут сформированы автоматически на основании данных, имеющихся в пенсионном фонде. Родителям лишь надо проверить их актуальность в личном кабинете и подтвердить согласие на дальнейшую их обработку. Прием заявлений на портале Госуслуг будут доступен до конца октября. Заявления будут также принимать во всех клиентских службах пенсионного фонда. Деньги начнут поступать родителям 16 августа. Для перечисления можно использовать карту любой платежной системы. Криминальная новость. Рецидивиста, которого подозревают в жестоком убийстве бурнаульского участкового, поместили в изолятор. Преступление произошло накануне вечером. Сегодня сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп и сгоревшую машину. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. То самое место, где обнаружили сгоревший автомобиль и тело Владислава Неудахина искать участкового по Ленинскому району начались сегодня ночью. Вчера после рабочего дня мужчина сдал оружие и поехал в Ганьбу домой к опасному рецидивисту вручить повестку. Установлено, что бывший заключенный нанес участковому колотую рану в шею и поджег служебную машину. Дерзкое и жестокое преступление, благодаря оперативной и слаженной работе следователей, следственного комитета и оперативных сотрудников МВД, было раскрыто. По подозрению в совершении убийства в порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса России задержан местный житель. Подозреваемый 57-летний Владимир Шедов. Именно к нему и отправился участковый. Дома у рецидивиста нашли одежду в крови. Сообщается, что он уже во всем сознался. Известно, что первый раз Шедов оказался за решеткой еще в 93-м году за убийство. А в 2004-м он до смерти избил женщину. Сейчас мужчина находится в привычном для себя месте, в изоляторе, а у участкового Владислава Неудахина осталась жена и трое детей. В органах более 15 лет. Совсем немного оставалось до пенсии. Ирина Корчагина. День с толком. Более полутора тысяч наркопреступлений зарегистрировали правоохранители на территории края в этом году. Насколько эффективна работа по профилактике наркомании, накануне рассмотрели на заседании комиссии в правительстве региона. Семь интернет-магазинов и одна подпольная нарколаборатория, ликвидированные по результатам мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. До наркопотребителей не дошли более 145 килограммов наркотических средств, так как они были изъяты из незаконного оборота. О такой статистике говорили на заседании. Между тем, о необходимости усиления профилактических мер среди несовершеннолетних подчеркнул министр образования региона Максим Костенко. Одним из вариантов он назвал внеурочную занятость молодежи. «У детей должна быть возможность в полной мере реализовать себя», – подчеркнул Костенко. Эту инициативу поддержал и губернатор. Антинаркотическая комиссия рекомендовала создать в школах региона ячейки юн-армии, спортивных клубов, театральных кружков, которые могли бы помочь обеспечить занятость школьников после учебы. В поселке Южный едва не погибла женщина. Аварийное дерево рухнуло буквально ей под ноги. Место, где это случилось – сквер, который недавно начали благоустраивать. Пешеходная зона частично готова, но вот гулять там пока опасно. Множество ветхих насаждений угрожают жизни. На месте побывала наша съемочная группа. Тут была маленькая дырка, сейчас уже большая. И вот этот ствол, если бы там его деревья те не держали, он бы давно уже упал. Держится на честном слове. Жители поселка Южный больше не скрывают гнева. Зеленое пространство в их поселке в этом году начали благоустраивать по нацпроекту. Выкладывают пешеходные дорожки, но опасные деревья почему-то не сносят. Собирались три раза. Здесь была комиссия. Мы описывали все деревья, какие принадлежат к сносу. Аварийные, сухие. Ничего это не делается. Выложили дорожки, деньги забрали, 99 миллионов. А остальное, трын-трава, пусть валятся, пусть завалят кого-нибудь. Я подходила сама лично к этой комиссии, говорила. Я говорю, ну что делаете, здесь шалаш получился у вас, а не сквер. Почти месяц назад людям пришло письмо из администрации города. Чиновники пообещали снести 24 сухостоя, а также произвести санитарную обрезку других деревьев. Работы частично стартовали. По какому принципу сносят деревья в сквере на Южном, жителям непонятно. Вот, например, на этом месте, кстати, недалеко от школы, был целый ряд аварийных деревьев. Но их все-таки спилили, в отличие от сухостоев, которые находятся по соседству. Если будет хороший ураган, не доведи, Господь, дерево свалится на ограду детского сада, а там будут играть дети. Кто ответственность за это нести будет? В городской мэрии письменно пояснили, что деревья, которые мешают благоустройству сквера, уже снесены. А что касается остальных, то чиновники пояснили следующее. Сроки проведения работ по сносу остальных деревьев не привязаны к графику работ по благоустройству территории и выполняются в соответствии с графиком общего объема работ, благоустройства и озеленения. Технология удаления деревьев не приведет к повреждению благоустроенных объектов, в частности уложенных дорожек. Их снесут до конца лета, пообещали власти. Однако время не терпит. Спустя пару часов после съемки в сквере отломилась большая ветка, в шаге от смерти была проходившая мимо женщина. Сегодня этот участок огородили сигнальной лентой. Вот еще одно дерево завалилось. Вот оно, треснуло. Притинат Скирова, Анастасия Бертенева. День с толком. КВН-движение на Алтае собирается возрождать. По словам начальника управления молодежной политики края, осенью в Барнауле появится школа КВН и уже в декабре пройдут игры за кубок губернатора. Напомним, единственная официальная лига клуба веселых и находчивых в Алтайском крае прекратила свое существование в феврале этого года из-за ковидных ограничений и финансовых трудностей. Однако управление молодежной политики края настроено оказать помощь Барнаульской лиге, которая собрала любителей игры. Наряду с командами других регионов она и поборется за кубок губернатора. Вместе с городской администрацией мы здесь в тесном взаимодействии работаем. Я думаю, что это позволит нам выйти на новый исторический, наверное, какой-то такой этап развития в КВН-движении для того, чтобы объединить все лучшее, что есть в Алтайском крае и действительно дать возможность ребятам всего региона играть в КВН. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо» Барнаул прошли в следующий этап финала Кубка России. В одной 256-й алтайская команда встречалась с Новосибирском. Матч получился богат на моменты, хоть счет в основное время и был 1-1. А в серии после матчевых пенальти феерил наш голкипер Богдан Корюкин. Подробности далее. Третий год подряд первым нашим соперником в Кубке России становится Новосибирск. И если в прошлом сезоне гости выбили нас из турнира, то в этом году наша команда намерена была взять реванш. Матч начался с опасных атак на ворота гостей. Однако вратарь новосибирцев вытащил пару плотных ударов. Гости в своей первой же атаке после розыгрыша штрафного прострелили вдоль ворот. Мяч удержал защитник Антон Петухов. Автогол и гости повели. 1-0. Нам, наверное, даже было проще, потому что у нас состав не меняется. Допустим, может быть, никого не усиливаем особо. Поэтому повезло в конце пенальти после этого тренира. И действительно, у Новосибирска состав обновлен на 50%. Сыгранности толком не было. Это и дало шанс белоголубым цепляться за игру. Нападающий Владимир Завьялов, разыгравшись с защитниками, отправил мяч в сетку ворот. 1-1. Такой счет и остался до финального свистка. Главный тренер гостей Павел Могилевский на пресс-конференции продолжил ставшую уже злободневной проблему о качестве поля, как и многие другие тренера гостевых клубов. Но все играли в равных условиях. Футбол как такового на самом деле не было. Все это зависит от, конечно, многих факторов. Самое главное – это поле, которое у вас здесь, в Барнауте. Самое простое ведение игры – это длинная передача, подбор, низкий максимум. В принципе, Барнаут так и играл. Мы же пытались, старались играть в футбол. В этом случае говорится результат на табло. В серии послематчевых пенальти феерил Богдан Корюкин. Наш голкипер дважды отбил удары соперников. Как итог – победа по пенальти 4-2. «Динамо» едет в одну 128-ю финала Кубка России к Омскому Иртышу – команде, равной по силам. Анастасия Бертенева, Дмитрий Дроздов. «День с толком». На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб. Я напомню, телефон нашей редакции – 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компании «Валар». До встречи! Продолжение следует...